МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 7 июля. Пятница. Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Регламентный кабинет Верховной Рады дал согласие на снятие неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата. Теперь ему грозит тюремное заключение. Подробности в сюжете далее. Перед голосованием регламентного комитета Верховной Рады нардепам показали фильм расследования о причастности Борислава Розенблата к коррупционным схемам по добыче янтаря. Для нее нужно... ...мога-то... ...последствия песен. Для того, чтобы просто разбить их на две поколения, небольшие суммы, просто по каждой функции. ...коро-коро-коро-коро-коро-коро. ...что есть, чтобы клетки просто поднялись с жопой. И если изначально среди членов комитета были скептические настроения, то после демонстрации фильма многие изменили свою точку зрения. Комитет одобрил три представления генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержания и арест нардепа. В чем-то був правый адвокат Федур, и в чем-то есть потреба дать ответ на вопросы, поставленные витягу из ЕРДР, которые сегодня принес генеральный прокурор. Мы принимаем это решение как политики на основе той информации, которая у нас есть. Сам Борислав Розенблат все обвинения отрицает и считает их политическим заказом. Все выводы комитета направили председателю Верховной Рады Андрею Порубию. Народного депутата Борислава Розенблата собираются привлечь к уголовной ответственности. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. На капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту необходимо около 2 миллиардов гривен. В госбюджете эти деньги есть. Для начала работ необходимо получить разрешение правительства. Об этом в прямом эфире Думская ТВ заявил министр инфраструктуры Украины. А вот насколько успешный новый терминал Владимир Амелян засомневался. Ваша позиция – аэропорт должен быть в собственности города, или он может находиться в частных руках? В вашем случае тут терминал приватный, какой-то сбудованный. Как альтернатива, например? Как возможный вариант. Насколько он успешный для города, у меня небольшие вопросы. Если городу это подобается, ситуация начнет окей. В Одессе убили охранника. Тело 29-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли на территории автосервиса на улице Сахарова в Суворовском районе. В совершении преступления осознался 21-летний знакомый погибшего. По его словам, в день убийства они вместе выпивали. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В ходе распитания спиртных напоев сказаною особой у него возникла сварка, в ходе которой он нанес ножевые ранения, не поединенные с жизнью. Мы сидели, пили, 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 пили. Он начался так, что немного зацепил меня и вывел. Начался, ты такое мало приносишь, я работаю туда-сюда. И хотел вставать. У меня как раз на столе был нож. Все, я взял этот нож и так получилось, что нанес внутрь удар, он упал. Конфликт в Одесском институте курортологии. Активисты утверждают, медики превратили бомбоубежище в соляную комнату и поставили под угрозу безопасность одесситов. На месте событий побывала моя коллега Диана Хрущева. Вы за нас не переживаете. Да как не переживаете? Вы за кошелечек свой кожи не переживаете. У меня нет кошельков. Обстановка в соляной комнате накаленная. Мамы пациентов просят активистов не мешать их детям проходить процедуры. Общественники требуют от медиков объяснений. Как вышло так, что на месте бомбоубежища возникло медицинское помещение? Для того, чтобы люди потом сюда прибежали и спокойно заняли своих, пускай даже 90 мест, в процедуре, когда там стоят соляные ванны, просто не будет места даже людям. Мы бы хотели разобраться, почему система МЧС выдала разрешительные документы на соляные ванны в бомбоубежище. Активист уверен, в случае бомбардировки соляная комната может быть опасна для здоровья одесситов и даже привести к летальному исходу. Завполиклиникой эту информацию опровергает. Тут может быть любой человек. Как пришли к этим камерам использования вообще соляных копий для лечения? Пришли просто потому, что те шахтеры соляных копий, которые там работали, они были на голову здоровее, чем люди окружающие. Соляная комната в этом месте открылась почти 30 лет назад. Тогда все разрешительные документы, рассказывают в администрации клиники, были выданы. Сейчас тут проходит реабилитацию люди с астмой, пневмонией и другими серьезными заболеваниями. Я езди сюда третий год, потому что у меня не хватает денег на эту пенчу покупать лекарства. Вы лекарства подорожали на сколько? За что нам жить? Бессовестные! А Людмила, например, уже пять лет вводит сюда внуков на лечение. Хотят убрать институт научно-исследователь, хотят убрать Лермонтовский санаторий. Это же давно всем известно. Зачем? Чтобы люди лечились, отдыхали. Зачем это? Должны были прийти вы и специалисты, когда вам рассказывают. Подождите, не надо нам рассказать. И представить власти. Обосновшими зайти в кабинет, посмотреть все документы. Вы сейчас можете эти документы. Надо вначале изучить документы. Вам сказать, у вас нарушение такое-такое. Вы закрываете вас в свою комнату, вы сами сделаете вытяжку и все. Медики заявляют, помещение пригодно для использования как убежище. В случае эвакуации воздух просто не будут впрыскивать солевой раствор. Оно противорадиационное на сегодняшний день. Все соответствующие документы есть. И инвентаризационный паспорт, и паспорт технический, который выдала нам МЧС. Никаких переделок в составе помещения. А наоборот, было все усовершенствовано. Данное убежище, рассказывает специалист, по нормативам рассчитано на 7 часов пребывания. Поликлиники настаивают. Проверки профильных структур готовы. И считают, что только ответственные органы могут выносить предписание и закрывать соляную комнату. Угнали в Киеве, нашли в Одессе. Пропавший внедорожник Лексус обнаружили в гараже одного из домов в районе, примыкающем к нашему городу. В полицию позвонил местный житель, который сообщил, что его сосед перебивает номера на незнакомом авто. Була отримана оперативная информация про то, что на территории Лиманского района в одному из гаражных кооперативов занимаются снищением и переработкой номерных агрегатов до автомобилей. В подальшому, с поворотниками полиции, в ходе переверки вказаної информации, было выявлено транспортный засіб, а саме автомобиль марки Лексус, с ознаками переработки, которые напередуне незаконно заволодели в городе Киеве. Нахал в строй вынесут на карту. В Одессе презентовали кадастровую карту территорий, на которой указаны данные о застройщиках. Цель проекта – информирование населения, специалистов и инвесторов в градостроительной сфере города. В кадастр также обещают вносить информацию о самовольной застройке. Городостроительный кадастр, в отличие от других кадастров, которые предусмотрены законодательством, лесной, водный, земельный, градостроительный содержит практически, мне трудно сказать, что он не содержит, но так заложено в законе. Поэтому мы разбили. Является открытым, общедоступным ресурсом для получения различного рода информации для пользователей, широкого круга пользователей. Это действительно живой организм, который постоянно наполняется, и сопредела этому нет, поскольку город развивается и информативно наполняется данными. Он открыт, еще раз повторю, для общего пользования. На водохранилище в Балтском районе ведутся поиски трех сестер в возрасте 23, 17 и 16 лет. Девушки исчезли под водой в результате опрокидывания лодки во время ночной прогулки. В плавсредстве в этот момент находилась еще одна девушка и парень, которым удалось спастись. По факту происшествия полиция открыла производство по статье «Убийство» с пометкой «Несчастный случай». В Балтском районе объявили трехдневный траур. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok